всем привет от обзор на сигареллы дакота то есть они ну по крайней мере позиционируются как сигарелла вот такая вот у них пачка в общем на них я в принципе уже обзор делал там по моему короткий был обзор не помню ладно ну там было в этом у меня как он называет блистерах короче вот то есть пачки не было блистерах этом делал ну хрен с ним я думаю пускай будет два обзора вот этот обзор с пачкой конкретно да за одно ну так вторая версия обзора скажем так вот так выглядит у них пачка как выяснилось потому что продажи их редко где можно найти почему-то в крупные табачки а только вот этот нашел мелких табачках их нет вот здесь написано little cigars типа маленькие сигары были вот оригинал индейцы нарисован бывает еще так вот оригинал сигарета даму в коричневую пачка вы их знаете вот как бы вам сейчас кучу скажу на них тоже обзоры есть если шо содержит я бы все дела значит короче изготовитель усм багратионов как обычно сигарета от utf ну-ка у нас 20 сигарел с фильтром и так далее ну на сигарелы мрц не туда короче партии у нас апрель 21 пачка это стоит 205 рублей блять они ну я не знаю охренели маленько мне кажется по деньгам 205 рублей вот эти вот сигарелы были стоит две штуки осталось вот листики тут на фольге значит из пачки когда когда там было больше сигарел пахло знаете чем ну ну какой-то знаете кондитерской какой-то сладостью непонятной от самой сигарет сейчас тоже самое меня лично раздражает вот эти все ароматизаторы как капитане блэки блять как вот в дакоте вообще прямо вымораживает они меня и когда куришь тоже они нахрен не нужны в принципе то есть сигарелы блять ароматизируют непонятно чем здесь тоже самое ароматизаторами прет какими-то сладкими ароматизаторами типа кондитерской что-то зефир какой-то вот такой вот счет ну так приятненький запах но для сигарел он да вообще для сигарет он как бы нахрен не нужен лично как по мне решили они так делать почему-то не знаю надпись так дакота восстановлен табачный лист качество вот этого страна табачный ста чуть похуже чем корсара у корсара получше вот здесь так немного посредственное такое ну-ка кольцо перфорации блячит не пойму одно такое редкое кольцо перфорации набивка хорошая я уже проверял но они в принципе не гнутся даму они еще не гнутся и за восстановлен табачного листа еще вот а так вообще вот блять каменного бита вообще блять вот они вообще не гнутся нихрена в этом плане хорошо но тут дело не только в набивке но и вот в этом покровники в самом поэтому не гнутся но все равно набит и хорошо а не вот плотный ладно значит чем чего тут сказать короче значит содержимом табак здесь есть как бы на табак здесь есть но он разбавлен немножко чем-то посторонним скажем так вот немножко посторонним чем-то разбавлен поэтому это не сто процентах табакис да но но и не стопроцентный мусор и не стопроцентные суррогат то есть ну грубо говоря возьмем так 50 50 как-то так ну можешь чуть побольше половина табака ну короче плюс-минус как-то так да и табак есть но и суррогат скажем так тоже посторонний здесь тоже есть как бы вот содержимое в общем для 21 года в принципе не такое уж и плохое ну так пойдет ладно допустим вообще тут что еще горят они в принципе ну не очень-то и быстро нормально так горят вот горят более-менее нормально да как бы ну как фитиль не сгорают как бы средняя такая скорость горения в принципе пойдет как бы что еще тут сказать крепость да сейчас все в куску кусковой короче вкус кой крепость по крепости они легкие то есть как я уже говорил это легкие сигареты короче говоря это не сиярил вы вообще то есть это не сигарила блевать вот они просто сделали имитацию на сигарелы то есть по внешнему виду да то есть и вот какой-то вот ну какой-то посредственный в основном табачно лист завернули коричневый цвет немножко ароматизатор как в сигареллах бывает да то есть и такая получилась имитация на сигарелы были но на самом деле это сигареты то есть обычный просто обычной сигареты и более того это легкие сигареты то есть прикол такой то есть они даже не крепкие вообще абсолютно по никотину где-то 06 от силы здесь никотина может 05 даже вот где-то 0506 то есть то есть это я еще раз говорю это не то что не сигарела блять это даже не сигаретой это даже не крепкие сигареты даже не средней крепости а вот именно просто такие легкие сигареты ну да они не не супер легкие но просто легкие сигареты вот и все ароматизатор тут немного раздражает лично меня но в принципе когда процессе курения ну когда поджигаешь ее до в принципе ароматизатор не особо не чувствуется то есть они в принципе не ароматизированы именно в процессе курения то есть сам дым он особо какой-то, блядь, ароматизатор там не отдаёт. Может быть, если только прямо очень слегка, только капельку едва заметно. Но вот запах я нюхаю, мне не очень нравится этот ароматизатор, лично по запаху. Вот. Курица, они, кстати, мягко, то есть они в горло, они не раздражают. То есть они в процессе курения вообще мягко проходят, то есть даже глубокие затяжки делаешь и так хорошо затянешься, да, и глубоко, и, блядь, вот, ну, как бы вот затягиваешь так, чтобы у тебя горело-горело вот прям большую такую затяжку делаешь, да, потом её вдыхаешь, всё равно мягко заходит, то есть нормально, да, и для сигарелла это вообще странно как-то. Вот. Но это не сигарелла, ещё раз говорю. Вот, то есть мягко проходит, и крепость соответственно, лёгкие-лёгкие они, то есть покрепцы нихрена никакие не крепкие. Но курица они приятно мягко. Короче говоря, короче, да. А, химии тут, тут какая вот тема. Значит, здесь именно искусственного какого-то никотина вроде как нет, да, то есть нет, тут не чувствуется какой-то солевой никотин или что-то вот такое, да, искусственный никотин не чувствуется, потому что, да, тут в принципе своего хватает, как бы для лёгких сигарет, как бы вот, 0,5 там или сколько никотина, да, то есть вроде как искусственного никотина сюда не положили, но такое ощущение, что немножко какой-то химии сюда положили, чтобы этот самый никотин быстрее у тебя всасывался в кровь, то есть вот что-то такое здесь есть. Короче говоря, они лёгкие, по никотину они такие лёгкие, то есть слабые, не сильные, то есть, да, но вот этот самый небольшое количество никотина, оно всё равно в мозг поступает как-то быстровато всё равно, то есть это говорит о том, что какую-то химию сюда добавили для того, чтобы этот никотин быстрее всасывался в кровь, вот. В голову они, в принципе, резко не бьют, но потому что никотина-то мало, во-первых, да, во-вторых, ну, как бы они не очень химозные, в принципе, по сути, они в голову-то не бьют нормально, но всё же что-то здесь есть из какой-то химозы 100% из той серии, что быстрее никотин всасывался в кровь, вот что-то из этой серии здесь 100% есть, но вся остальная другая химоза какая-то, в принципе, они не такие уж и химозные, то есть, вот, то есть, по химозе по остальной они нормальные тоже. Короче, ладно, болтать больше не буду. В принципе, могу посоветовать тем, кто, если вы там заядло курить, же курите много, крепкие, блядь, вам это брать не надо, вы с них ни хрена, блядь, накуриваться, не будете с этих сигарел сигарет, да, вы с них ни хрена никакого накура, скорее всего, не получите. Но, кто хочет лёгкие сигареты, да, вот, кто хочет именно лёгкие, даже не средние, а просто лёгкие сигареты, ну, или, может, средние от силы, да, вам, в принципе, можно посоветовать, как, ну, среди современных сигарет это ещё нормально, то есть, вот, вполне курибельно, лучше будет, чем там всякие мальборо, там вот эти все, которые на каждом шагу продаётся, да, то есть, это будет получше. Короче, можно посоветовать, но только тем, кто лёгкие сигареты курит, вот и всё, кто курит крепкие, не советую, на кур вы не получите, вот и всё, как бы, больше сказать, в принципе, нечего. Минус это или плюс Что они легкие Это уже кому какая крепость нужна Короче, кому легкие нужны сигареты Вот вам советую Кому крепкие нужны, вам не советую Все, пока